Я являюсь руководителем группы консенсационной рекламы в группе Vim Software, в компании Vim Software. Работаю где-то около двух лет. До этого занимался традиционным маркетингом, то есть журналы, выставки. Проще такая активность, не очень на самом деле эффективная. В определенный момент понял, что это все нельзя мерить, если ты повесил где-то баннер на улице, никогда непонятно, работает он или не работает, и можно было измерять только какой-то общий эффект. И как только я узнал от своих друзей, что есть такая штука, как интернет-маркетинг, где все можно померить, все посмотреть, на всех этапах посмотреть, как люди себя ведут, и выстраивать какую-то более-менее адекватную стратегию, я начал искать место, где люди это делают, где они могут меня этому научить. Вот. И пошел работать к ребятам Vim Software. Понял, что они действительно крутые, самые лучшие. они научили меня и, наверное, Таню всему, чему мы знаем. Вот. Так вот. А я вас сегодня научу, как сделать в два раза больше клиентов. Методы ретаргетинга. Давайте, в общем, сначала я расскажу, что такое ретаргетинг, как он работает, зачем он нужен, какие есть основные виды, как его оптимизировать, как создать вашу первую таргет-компанию, что для этого нужно. И в итоге расскажу, как мы работали с этой технологией, какие у нас были результаты и что у нас в итоге получилось. Давайте вернемся к воронке. Как я уже говорил, люди из интернета приходят к нам на страницы, проходят все этапы воронки, частично проходят, частично уходят. Так вот, я бы обратил ваше внимание на людей, которые ушли. Это очень заинтересованная аудитория, ну, по крайней мере, наимолее заинтересованная, чем те, кто у нас не был на страницах. И о них никогда нельзя забывать. Возможно, человек... Почему они уходят? Возможно, человек просто пришел, посмотрел, не знаю, он еще не готов что-то скачать, посмотреть, купить, он еще оценивает какие-то варианты. Либо он пришел и нашел не то, что искал, либо, не знаю, он едет в метро и на своем планшете ищет какую-то информацию. Возможно, он готов скачать продукт, но сделает это, когда вернется домой. Так вот, с помощью технологии ретаргетинга мы можем взять всех этих людей, собрать в аудиторию и начать возвращать их к нам на страницы. Так вот, ретаргетинг как раз такой рекламный механизм, который позволяет показывать онлайн-рекламу именно тем пользователям, которые уже посещали наши страницы. И, наверное, вы все здесь знаете, что иногда требуется огромное количество взаимодействий, целых 9, для того, чтобы человек из просто посетителя превратился в вашего клиента. Как это работает? Все на самом деле очень просто. Мы берем кусок кода и расставляем его на все страницы нашего сайта. И каждый посетитель этой страницы, то есть каждый посетитель вашего сайта, попадает в так называемый ремаркетинг лист, то есть в лист людей, которым потом можно показывать рекламу. В дальнейшем, когда мы настраиваем рекламную кампанию, направим на них, где бы они ни находились, может быть, они смотрят видео, читают новости и так далее, они будут видеть нашу рекламу, и мы всегда будем оставаться на виду. Зачем он нужен? Как раз для того, чтобы, во-первых, вовлекать их снова в процесс ознакомления с нашими продуктами, с нашим брендом, возвращать их к нам на сайт, конвертировать, постоянно быть на виду обязательно. Даже когда человек, не знаю, просто сидит на фейсбуке, лайкает котиков или смотрит на ютубе интересные видео, он все равно увидит нас и вспомнит. Соответственно, с помощью этого мы увеличиваем осведомленность людей о наших продуктах, услугах, и в силу того, что эта аудитория, она более осведомлена, чем просто внешняя, да, люди, которые о нас ничего не знают. Качество этой аудитории позволяет нам повышать отдачу от инвестиций в рекламу. Всего, в принципе, таргетинг можно поделить по двум основным категориям. Во-первых, где мы собираем аудиторию? На внутренних или на внешних ресурсах? И где показываем рекламу? В случае с Google, да, мы показываем в Google Display Network. Google Display Network – это такая сеть ресурсов, да, которые продают свои рекламные площади рекламодателям через Google. Эта сеть, она насчитывает миллионы, миллиарды ресурсов и, соответственно, является для нас приоритетом, потому что она самая крупная. Но есть специфические ресурсы типа Twitter, Facebook, ВКонтакте и так далее, которые закрыты от Google Display Network, соответственно, с ними нужно работать отдельно. То есть показываем мы либо в широкой сети, либо на специфических ресурсах. Первый тип ретаргетинга – это сайт ретаргетинг. Как раз то, о чем я вам рассказывал. Вы размещаете код на всех страницах или на тех страницах, с которых вы хотите собирать пользователей в ремаркетинг-лист. Человек уходит, не совершает никаких действий, потом видит рекламу, возвращается, конвертится – все хорошо. Также можно вот этот кусок кода, который собирает аудитория, размещать не только на наших страницах, его можно пришивать в письма. То есть, к примеру, вы присылаете письмо, человек его открывает, прогружает картинку или несколько картинок, там, неважно, и, в общем, попадает в аудиторию. В случае с Dynamic Retargeting все то же самое, что и сайт email retargeting, просто эта технология позволяет нам делать кастомизированные объявления. Допустим, у вас сайт по продаже одежды. И пользователь пришел, посмотрел ботинки и, допустим, очки. Они ему понравились, но он, там, добавил их, к примеру, в корзину, но не купил, ушел. И в дальнейшем, когда он будет серфить по интернету, он будет видеть именно, там, те очки, которые он смотрел, там, те брюки или ботинки, которые ему понравились. Соответственно, как это работает? Вы размещаете особым образом свои страницы для того, чтобы retargeting provider понимал, какой именно продукт или услугу просматривал человек. И в дальнейшем на стороне retargeting provider формируется кастомизированное объявление, которое показывается пользователю. Соответственно, этот тип retargeting, он довольно эффективен в силу того, что объявления максимально кастомизированы и вероятность конверсии, соответственно, покупки у вас, она возрастает. Facebook retargeting – это как раз то, о чем я вам рассказывал. Также люди приходят на страницы, смотрят, уходят, ничего не делают и, в итоге, видят вашу рекламу на Facebook. То есть пока они общаются в социальных сетях, вы можете им предложить не продукт, а, допустим, какую-нибудь акцию и так далее. Социальные сети очень хорошо работают для промо. Соответственно, вы можете оставаться там, где находится ваш потенциальный клиент. Search retargeting, он отличается от всех предыдущих типов тем, что аудитория, которую вы собираете – это не те люди, которые были на ваших страницах, а те, которые искали какие-то определенные ключевые слова. Допустим, человек искал фиолетовые ботинки, да, не знаю, он увидел вашу рекламу, увидел выдачу там страницы в органическом, в органической части серпа, но никуда не кликнул, пошел искать желтый, красный, ну, неважно, там, какие-то другие ботинки или вообще там пошел на Facebook. Зная, что он это искал, мы можем на него направить рекламу и, зная, что ему это, возможно, интересно, показать ему наше объявление, сделать предложение и, соответственно, повысить конверсию по сравнению с тем, что если бы мы просто покупали показы на каких-то ресурсах. Такая же история с similar retargeting. Когда вы создали какой-нибудь remarketing list, допустим, аудиторию людей, интересовавшихся фиолетовыми ботинками, и она насчитывает, допустим, 5000 человек, в течение 30 дней в интерфейсе Google вы увидите аудиторию, которая будет называться similar, то есть аудитория похожих. Когда вы создали новую аудиторию, Google автоматически начинает анализировать ее поведение людей и искать людей в сети похожих на тех, что были у вас или интересовались вашими продуктами и услугами. Соответственно, это неплохой источник релевантной внешней аудитории, которая также о вас не знает. Соответственно, retargeting type можно разделить на две основные группы. Это retargeting, который работает с внутренней аудиторией и с внешней. И, соответственно, по местам показа внутренние, вернее, крупные дисплейные сети или специальные какие-то ресурсы, закрытые от Google Display Network или каких-то других крупных сетей. Почему он хорошо работает? Во-первых, потому что вы показываете правильным людям. То есть это именно та аудитория, которая интересовалась вами или вашими продуктами или продуктами похожими. Соответственно, это максимально ревантная аудитория. Благодаря тому, что вы можете разделять людей на сегменты, отделять людей, которые интересовались брюками, от тех, которые интересовались желтыми ботинками, вы можете, соответственно, правильно формировать свои месседжи в объявлениях, делать правильные баннера и, соответственно, больше людей заинтересовывать своими продуктами и услугами. Вы делаете правильную рекламу, вы знаете, чем аудитория интересуется, можете персонализированно на какую-то узкую группу пользователей направить какое-то предложение и, более того, разместить это в правильном месте. К примеру, очень часто, когда вы настроиваете ретаргетинг-компанию, вы видите, что было огромное количество показов, огромное количество кликов, но конверсии не было. Люди не покупают, не качают. Когда вы заходите и проверяете лист плейсментов, то есть лист места размещения, можно заметить, что, к примеру, часто Google засовывает ваши объявления в мобильные приложения. Просто так часто выходит, что люди просто случайно кликают, вы платите, а конверсии нет. Соответственно, имея возможность выфильтровывать неэффективные места размещения, вы можете снизить свои затраты и, соответственно, увеличить эффективность. А как это все можно оптимизировать? На самом деле методов оптимизации огромное множество. Все зависит от рынка, на котором вы работаете, от продукта, но я вам расскажу о пяти основных методах. Во-первых, вы можете ограничивать количество показов, так называемый frequency capping, соответственно, для того, чтобы не надоедать людям. То есть если человек преследует какой-то баннер очень долго, и он его видит везде, он не перестает человека интересовать, он его начинает раздражать. Вообще говорят, что оптимальное число — это 17-20 показов определенного месседжа на одного человека. На самом деле могу сказать, что в каждом конкретном случае все нужно тестировать. Мы пробовали ограничивать на 5 показов, на 10, на 16, на 20, на 25. Во всех случаях мы видели падение коэффициента конверсии. То есть с ограничением показов люди меньше конвертились. Для нас это не сработало. Но многие коллеги пишут статьи о том, что это работает. Не знаю, для нас это не работало. Всегда нужно собирать обязательно аудиторию с конвертирующихся пользователей. Если человек у вас уже купил, не обязательно ему снова показывать ту же самую рекламу. Ему можно показать какую-то другую и так далее. Соответственно, нужно обязательно сегментировать людей не просто по интересам, но и по этапам прохода по воронке. Если посетитель у вас уже что-то купил, не показывайте ему рекламу и не тратьте на него деньги впустую. Также нужно всегда обновлять свои рекламные сообщения, баннера и все рекламные материалы как минимум пару раз в год. Лучше раз в два месяца, потому что даже самый крутой баннер, и даже если он очень нравится аудитории, он через какое-то время опять же надоедает. И если человек выведет постоянно, он уже не привлекает внимание, а просто замыливается. Соответственно, нужно стараться постоянно обновлять свой креатив для того, чтобы избегать падения кликабельности CTR и падения коэффициента конверсии. Более того, вы никогда не знаете, никогда нельзя предположить, что больше понравится пользователю. Синий баннер или фиолетовый, красный или желтый. Всегда все нужно обязательно тестировать. Никогда не принимать решения, основываясь на том, что вам кажется. Нужно всегда сделать два-три варианта и потестировать их на своей аудитории. Потребители знают сами, что им нравится больше. И так дайте им выбрать. Сделайте два-три варианта и сформируйте в итоге какой-то свой knowledge base. Вы будете потом понимать, какие призывы к действию, какая графика, какие месседжи, какие рекламные тексты работают лучше для каких аудиторий. И в дальнейшем вы не будете делать ошибки уже, зная свою аудиторию, и изначально формировать крутые рекламные кампейны. Опять же, то, про что я говорил, нужно сегментировать аудиторию, да, по мере их прохода по вашей воронке. Допустим, если человек уже сконвертировался, купил у вас, не знаю, штаны, вы можете ему уже дальше тем всем, купившим штаны, предлагать ремень, да. То есть, соответственно, для того, чтобы не иметь одну общую аудиторию, да, которая показывает все и сразу, нужно обязательно разделять их на группы и формировать для них свои кастомизированные объявления. Как создать ретаргетинг-компанию? На самом деле все просто, опять же. Я ничего сложного не буду рассказывать. Три простых шага. Сначала нужно нам собрать аудиторию людей, которым вы хотите показать, да. Потом нужно подготовить, что вы хотите им показать, да, соответственно, рекламные материалы. Ну, и в-третьих, надо настроить кампанию. Как собирать аудиторию? Аудиторию можно собирать двумя способами. С помощью тега, так называемого куска кода, о котором я говорил. Либо с помощью интерфейса Google Аналитики. Она у вас должна быть, соответственно, интегрирована в ваш веб-сайт. В общем, два способа. Что касается rule-based, да, то есть создание аудитории с помощью правила. Вам потребуется расставленный код Google Аналитики на всех страницах вашего сайта. Все просто. Вы заходите в раздел Remarketing Google Analytics и имеете возможность создать аудиторию. Вы можете сделать ее по разным признакам. По страницам, которые они посещали, по типу действий, которые они совершали. Допустим, в общем, комбинаций огромное множество. Нужно помнить, что ваш аккаунт Google Аналитики должен быть обязательно прилинкован к аккаунту Google AdWords. Для того, чтобы две системы могли обмениваться данными, соответственно, аудитории могли собираться. С стандартным способом сбора аудитории с помощью тега все еще проще. Вы приходите, заходите в Google AdWords, он генерирует вам специальный кусок кода, который вы размещаете на страницах на всех или там на определенной группе страниц, с которых вы хотите собирать аудитории. И, собственно, все. Аудитория начинает собираться и работать. Подготовленные материалы. Во-первых, вам нужна посадочная страница. Во-вторых, вам нужны объявления, которые вы будете где-то размещать. Это могут быть баннеры, это могут быть текстовые сообщения, это может быть какое-то видео. Форматов огромное множество. Но в любом случае вы должны иметь в виду, что вам это все понадобится. Ну и в-третьих, вам нужно настроить ретаргетинг-кампанию. Я не буду вдаваться в подробности. Если у вас будет вопрос, вы зададите их после. Но на самом деле, на чем я хотел бы остановиться. Во-первых, если вы собираете аудиторию со всего мира, допустим, всех посетивших вашей страницы, потом, создавая ретаргетинг-кампанию, вы можете ее нацелить на людей, которые находятся в определенной локации, либо людей, которые говорят на определенном языке, либо людей определенного возраста и так далее. Соответственно, вы можете выбрать любые демографические, географические настройки аудитории, которые вам нравятся. То есть сегментировать ее уже после сбора по каким-то признакам. И еще один момент, на что я хотел бы обратить ваше внимание, это всегда нужно изолировать бюджеты одних компаний от других. Соответственно, если вы имеете две аудитории, допустим, аудитория ваших посетителей и аудитория похожих людей, да, они на самом деле ведут себя по-разному и по-разному конвертятся, да, по-разному совершают нужные вам действия. И зачастую бывает, когда вы настроили компанию, смотрите, у вас огромное количество показов кликов, конверсий нет. Заходите, смотрите, что на самом деле все показы идут на аудиторию похожих людей, которым на самом деле не очень интересно, допустим, а аудитория ваших людей просто недополучает бюджета на показы. Поэтому всегда нужно делить по языкам, по методу таргетинга и так далее, и так далее. Чем глубже деление, тем на самом деле лучше на первых этапах, потому что вы всегда сможете понять, что для вас работает, что не работает, какие аудитории лучше, какие хуже. Допустим, зачастую бывает, что вы настроили компанию на людей, которые говорят на английском языке, но вы забываете о том, что есть огромное количество людей, допустим, в той же, не знаю, к примеру, Англии, которые говорят на любых других языках. Они, возможно, не указали в настройках своего браузера, что они говорят на английском, но они его прекрасно знают, и, соответственно, им тоже можно показывать рекламу. Создав две компании, которые будут нацелены одна на англоговорящих, другая на тех, кто не говорит на английском, вы всегда сможете понять, сколько вы теряете, допустим, если вы исключаете, да, не англоговорящих, и понять, что лучше работает, что хуже. Как мы работали с ретаргетингом? На самом деле это было где-то в конце 2011 года. У нас была проблема, как и у всех маркетологов. Нам нужно было как можно больше лидов. И мы долго думали, искали, где бы их взять, потому что у нас было подозрение, что мы не так хорошо работаем с аудиторией, как нам хотелось бы. И, в общем, проведя небольшой анализ, мы поняли, что за 11 год из 3 миллионов посетителей конверсию совершили где-то около 8%. Соответственно, 92% людей ушли и не вернулись. Потом мы посмотрели, кто были эти 8%. Из них 39 оказались повторно вернувшиеся. И более того, они в два раза больше времени проводили на нашем сайте, то есть они были более заинтересованы. И из этого мы сделали вывод, что если мы сможем с помощью рекламных технологий вернуть людей к нам на сайт, мы увеличим отдачу от наших инвестиций и получим дополнительно конверсий. Как минимум плюс 39%. Так вот, первое, что мы сделали, это мы выбирали ретаргетинг провайдера. В нашем случае мы выбрали в первую очередь Google Adwords, потому что мы уже с ним работали и, соответственно, продукты Google для нас более релевантны в силу того, что наши потребители пользуются этими продуктами чаще. Ну и также попробовали небольшого такого провайдера Adroll. Он отличался именно набором сайтов, которые входят в его сеть. Соответственно, мы могли работать с аудиторией, которая находилась на сайтах, не входящих в Google Display Network. Потом, следующим нашим шагом, это было сегментирование аудитории. То есть мы создали полную аудиторию всех посетителей сайта. Потом создали аудиторию людей, посещавших страницы, на которых идет речь о гипервизоре VMware, гипервизоре Hyper-V и так далее. То есть мы разделили людей по их интересам. Более того, начали собирать аудиторию людей, сконвертировавшихся. Для чего мы это делали? Для того, что когда вы настраиваете таргетинг, вы можете не только выбирать аудиторию, но и собирать из них уникальные комбинации. Допустим, чтобы показать рекламу всем, кроме сконвертировавшихся, вы можете выбрать полную аудиторию и создать условия, исключить из нее всех, кто сконвертировался. Соответственно, вы можете собирать разные комбинации, и чем больше у вас сегментации деления, тем больше комбинаций вы можете из этого собрать. В итоге, вот один из кейсов, мы на самом деле делали очень много ретаргетинговых компаний, их было, ну не знаю, если не соврать, ну несколько сотен точно. Вот один из примеров, у нас есть такой продукт, даже product bundle, Vim Backup Essentials for Hyper-V. И мы решили конвертить людей, конвертировать их в продаже за два шага. Первое, мы собрали аудиторию людей, посещавших страниц, посещавших страниц, где речь шла о гипервизоре Hyper-V. и решили предложить им попробовать наш продукт. То есть они, возможно, что-то читали, что-то их убедило, что-то не убедило, но мы решили им предложить попробовать наш продукт и вести, соответственно, на страницу, где отдавался триал. Вторым шагом было предложить тем людям, которые пришли на эту страницу, и плюс тем, кто скачали этот триал, предложить им купить. И, соответственно, до того, как мы это попробовали, у нас практически не было конверсии по этому продукту. После этого они стали расти, и в данный момент Essentials, по крайней мере, на рынке США один из самых удачных рекламных кампейнов, что у нас есть. В итоге, что мы получили после того, как мы год тестировали технологию ретаргетинга? Зеленым показана доля ретаргетинга лидов в общем количестве лидов. То есть мы за месяц собрали, грубо говоря, какое-то n-ное количество, и, в общем, это доля. Синим обозначена доля ретаргетинга в общих затратах. То есть в целом из этого графика видно, что ретаргетинг нам приносил примерно 40-45% лидов за 20% стоимости. И в итоге мы после года получили 58% всех наших конверсий, всех наших новых клиентов было приведено именно с ретаргетингом. То есть это люди, которые у нас уже когда-то были. потратили мы на это только 31% бюджета, и в целом улучшили наши отдачи от инвестиций на 171%. Соответственно, могу вам сказать, что ретаргетинг действительно работает. Это эффективное средство постоянно оставаться в контакте со своим потенциальным клиентом, не забывать о них, возможно, поминать о них даже когда они уже купили, предлагать им обновления и так далее. Ретаргетинг помогает вам увеличивать инвестиции, улучшать отдачу от инвестиций в рекламу. И более того, я считаю, что это must-have tool вообще для каждого маркетолога, который работает в интернете. Так вот, хотел бы вам сказать, на самом деле, то, что мы с Таней вам сегодня рассказали… Ну, местами да. Не, на самом деле все правда. Это малая доля того, что мы делаем, что можно было бы еще раз. Это очень малая доля того, что мы делаем, что мы знаем. И если вы хотите узнать больше, хотите стать реально гуру интернет-маркетинга, приходите к нам. Вопросы? Да, у меня есть вопрос. Ребята, тема сегодняшней лекции – интернет-маркетинг, да? Да. Обе ваши презентации вы говорите про веб-сайты, про продвижение веб-сайтов. Что значит мобильных приложений? Ведь это же тоже интернет-трендинг. И как мы можем работать с мобильными приложениями, чтобы их продвигать? Скажем, например, код приложений ведь не индексируется глухом, да? Вы не можете что-то написать в тексте мобильного приложения, чтобы он у вас в топ слышал. То есть как работать с мобильными приложениями, чтобы их продвигать? Окей, а у тебя какое приложение? Он под какую систему? А это тоже принципиальный вопрос. То есть как бы есть? Как отдельно работать с iPhone, как отдельно с Android? Могу сказать следующее. У нас программный продукт не предназначен для мобильных устройств. И, честно говоря, мы не вдавались в подробности. Но могу сказать, что, допустим, имея свой какой-то веб-сайт, да? Вы можете в любом случае продвигать свое приложение через него каким-то образом. Я знаю, что, допустим, в AppStore, да, есть там свои какие-то правила продвижения, да? И я думаю, что… То есть у вас просто нет опыта? Нет, у нас, к сожалению или к счастью, нет в этом опыта. Идея, кстати, хорошая. Поположность. Поположность. В том печь, вы уже скажете, сколько примерно процентов времени, которое вы тратите на оценки, то есть время, которое вы тратите на основные сдачи, на заходку, на вот все, как в первые месяцы, сколько… Да. То есть сколько времени проходит с момента появления у нас идеи создания рекламной тарифинг-компании до оценки ее результатов, да? Нет. На самом деле могу сказать, что мы тратим практически 100% времени на анализ того, что мы делаем, потому что непосредственно наши действия, да, занимают, ну, дай бог, 5%. Все остальное – это аналитика. Потому что прежде чем что-то сделать, надо хорошо подумать. Ну, если честно, если честно, могу тебе сказать, что, допустим, чтобы понять, что твоя компания работает плохо, да, достаточно потратить там 5-6 минут, да, ты можешь зайти в интерфейс, посмотреть статистику, да, сравнить ее, допустим, с там, своей статистикой внутренней, там, CMS, да, и понять, работает это или не работает, да, а почему это не работает и так далее, да, это уже другой вопрос. В этом можно так же как быстро разобраться, так и потратить на это пару недель. Угу. Угу. Спасибо. Вопрос, может быть, наверное, устаревший. Я сейчас не знаю, как сейчас в рынке устроено. А у вас есть кросс-договора, например, с Hyper-V или там с VMware на кросс-рекламу? Они вас показывают, а вы их? Нет, таких договоров нету. Более того. Да, более того, VMware, VMware, они запрещают нам на некоторых рынках использовать слово VMware, в их, в нашей рекламе. Соответственно, если мы хотим на баннере написать, что мы number one backup solution for VMware, мы так не можем сделать, нам приходится писать vSphere. А кто у вас рисует баннеры и как проходит этап тестирования? Вы говорили о том, что там цветовая схема имеет значение и прочее, прочее. Как это вообще постановка задач и так далее? Как мы работаем? У нас есть команда ребят, которые работают с PPC, в том числе я. И есть куча других команд, которые занимаются другими делами. Конкретно, что касается баннеров, у нас есть креативная команда, Creative Team, которая рисует все, начиная от графики для сайта, они делают видео, делают баннеры, все-все-все. Соответственно, наша задача стоит в том, чтобы продумать, что мы хотим увидеть, какие мы хотим месседжи разместить на баннерах. И креативная команда нам уже рисует это. Потому что у каждой компании, тем более большой, есть определенные ограничения на использование разных графических элементов. Так называемый корпоративный стиль. Есть какие-то моменты, за которые мы не можем выйти, как бы мы не хотели. Но, тем не менее, иногда нам разрешают попробовать что-то новое, если мы убеждаем наших руководителей в том, что это будет работать. Что касается, допустим, верстки страниц, точно так же. Мы делаем какой-то макет элементарный, рисуем его, грубо говоря, даже можем в пейнте нарисовать. Здесь будет вот это, здесь кнопка, здесь форма, здесь то-то. То есть мы рисуем общий макет, отсылаем его дизайнерам, дизайнер его прорисовывает полностью, как это должно выглядеть. Потом это отправляется на верстку. Ребята уже создают непосредственно страницу, потому что к странице, помимо ее внешнего вида, есть ряд других требований. Во-первых, всегда нужно проверять, чтобы работал трекинг правильно. Потому что если мы потратили огромное количество денег на рекламу, мы приходим, смотрим, а конверсий нет. Сидим, думаем, меняем баннера, меняем месседжи, конверсий нет. А потом выясняется, что на самом деле ничего не трекалось, ничего не отслеживалось. Все, поэтому на самом деле с момента задумки какой-то компании до момента ее реализации можешь пройти от двух-трех дней до пары недель. Все зависит от загруженной команды. Вы говорили о том, что баннер не должен быть, ну, как-то не надо основываться только на свое мнение, что он нравится, не нравится, а там все обязательно в тесте. Вы все равно же решение принимаете первое вы, нравится или не нравится. Как вы пытаетесь абстрагироваться от этого? Как? Ну, могу сказать, что, во-первых, мы стараемся не делать так, как мы делали раньше, если это не работало. Более того, глобальная команда разрабатывает какие-то большие глобальные промо, и они придумывают, соответственно, графику вместе с новыми. То, что я говорил, мы находимся в определенных рамках в плане графики. В целом все строится не только на наших предположениях. У нас есть страница, и я вернусь на несколько слайдов назад, как раз чтобы проиллюстрировать этот момент. Страница должна быть релевантна объявлению на 100%. Вы можете увидеть, что графика баннера полностью повторяет графику страницы. Потому что, если человек увидел подобного рода баннер, допустим, вот этот, на него кликнул, пришел, а на страницу вообще все другое. Естественно, у него возникает чувство, что его немножко обманули. И поэтому коэффициент конверсии, мы просто это видим по статистике, она снижается. Соответственно, мы опираемся от тех рамок, которые заданы дизайнерами изначально при разработке вообще всей системы дизайна. Мы можем, конечно, попробовать красную кнопку, еще какого-то цвета, можем поменять фон баннера и так далее. Но основная цветовая гамма должна, как правило, соответствовать странице и оставаться такой же, как она является на самом... В общем, короче, баннер и страница должны соответствовать друг другу. Зачастую мы работаем просто уже с страницами готовыми. То есть ребята разработали какую-то страницу, хотят ее попромоутить. Наша задача сделать такой баннера под нее, придумать месседжи и разместить рекламу и, собственно, проанализировать результаты в итоге. Можно еще один вопрос? Скажите, на ваш взгляд, насколько эффективно работать с маркетологами аутсорс? Либо надо своего маркетолога? Ну, скажем так, или стартап компании, или, конечно, если компания уже длительно на рынке, то она может себе позволить. Ну, все зависит от того, насколько ты сможешь понять, хорошо он работает или плохо. Если ты умеешь правильно ставить цели и контролировать их выполнение, окей, ты можешь работать с каким-то фрилансером, да? Но все зависит от сложности твоего продукта. Чем сложнее у тебя продукт, тем сложнее стороннему маркетологу будет понять, как его преподнести аудитории. Поэтому в твоем случае все зависит от того, насколько у тебя сложное приложение, на кого оно направлено и так далее, и так далее. Но на первых порах, естественно, я думаю, что пользоваться услугами каких-то агентств или фрилансеров вполне возможно. Главное – уметь понимать, хорошо он работает или плохо. Еще вопрос. Какие инструменты не пользуются? Что касается и бетестирования рекламных сообщений, все можно сделать в интерфейсе практически любой рекламной площадки. То есть, если вы когда-нибудь работали с Google AdWords, структура какая? Есть кампейны. Внутри кампейна есть адгруппы, да, группы сообщений. И внутри этих адгрупп, соответственно, располагаются сами сообщения. Вы можете либо в рамках одной адгруппы туда загрузить сразу четыре различных баннера, да, и вы можете сделать четыре комплекта баннеров и залить их в четыре разные адгруппы. Соответственно, просто потом сразу же зайти в рекламную кампанию и увидеть по статистике, что работает лучше. То есть, особых инструментов не требуется. Что касается теста страниц посадочных, то в последнее время довольно неплохо пользоваться встроенным функционалом Google Analytics. Там есть такая фича, которая позволяет тестировать страницы. Но на самом деле мы пользуемся Visual Website Optimizer. он работает лучше и с ним работать проще значительно. То есть, все зависит от вашего бюджета. Если у вас нет денег, пользуйтесь бесплатными, которые предоставляет Google. Если есть деньги, ищите то, что вам нравится больше. Visual Website Optimizer. Visual Website Optimizer. Да, ну, можно триалкой попользоваться. Content Experiments. Да, Content Experiments. Там такой раздел есть. У меня как раз был вопрос, который связан с тем, какой бюджет на все эти штучки у вас? Какой бюджет у нас? На среднюю, на компании. А, на компанию? Гигантский. Скажите, если не себе. Очень большой. Очень большой. На самом деле, бюджет, который вам понадобится, если вы для себя интересуетесь, он на самом деле зависит от множества факторов. От рынка, где вы хотите показываться. Допустим, показы в США стоят в два раза дороже, чем в Европе. А в России они в три раза дешевле, чем в Европе. То есть, все зависит от того, где вы хотите показываться. И на каком месте вы хотите располагаться. Потому что ставка, которую вы делаете на каждый показ объявления или на клик, или в зависимости от того, какую модель оплаты вы выберете, она зависит от множества факторов. В том числе, от релевантности вашей рекламы. То есть, если аудитория, допустим, ну, ретаргетинг – это классический пример дисплейной рекламы, если люди не кликают на ваше объявление, цена вашего клика начинает дорожать. Потому что Google делает вывод о том, что вы показываете не то, и это неинтересно. Бюджет может быть от 2000 рублей в месяц до 2 миллионов долларов. Google выдает эксплуатацию 1000 рублей на рекламу. Какое процентное соотношение бюджета на рекламном поиске и на рекламном поиске в вашей сфере? Так, все, подожди, я вернусь просто к последнему графику. На нем как раз и показано, да, что на ретаргетинг мы тратим максимум 20% бюджета, все остальное поиск. При всем при этом около 45% конверсий мы имеем именно с ретаргетингом. Но поиск, про него не стоит забывать, это источник прихода новых людей. То есть без аудитории, которая к вам приходит, у вас не будет формироваться ремаркетинг-лист. То есть вы фактически с помощью поисков заливаете людей в ремаркетинг-листы, а потом снова им показываете с помощью ретаргетинга рекламу. А вот еще вопрос тоже примерно про это. Вот есть сетяр у компании, и стоимость клика растет, если сетяр низкий, да? Ну это, грубо говоря, не всегда так бывает, все по-разному. То есть вы компании делите не только тематически, но еще вот группа, скажем, у которых плохой сетяр, но они все равно нужны, и подгруппа, у которых хороший сетяр, и там ставка, соответственно, будет дешевле. Ну, если вы имеете в виду группу объявлений, которые промоутят определенный продукт, который мы не можем не промоутить, да? Нет, я имею в виду, что есть компании по тематикам разных, а есть и отдельные компании по сетяру. То есть вот эти группы, у них был плохой сетяр, я это знаю, но все равно хочу этих людей поймать. А вторая, там все цены хорошие, чтобы их не мешать. В любом случае, в любом случае, я понял вас, в любом случае, вы всегда задаете максимальную цену, которую вы готовы платить за клик. И если релевантность вашего сообщения ниже необходимой, да, и, допустим, чтобы иметь определенное количество показов, вам нужно платить больше, просто можете ограничить количество денег, которые вы будете платить за каждый определенный клик, и просто получать дешевые показы. Но, опять же, аудитория будет меньше. Тут все честно. Если группа рекламодателей хотят показываться на данном ресурсе или данной аудитории все вместе, да, а мест мало, допустим, место одно, да, то выбирают того, кто предложит больше денег. Честно. Реал-тайм биддинг. А вот реал-таргетинг Facebook, вы правильно понимаете, что какая-то фича у вас есть своя там, которая показывает рекламу, которая вам интересна? Да, да. У нас есть AdRoll Retargeting Provider, который позволяет нам нашей аудитории находить ее на Facebook и показывать ей нашу рекламу, если вы про это. Да. Да. Всем подряд вы там не показываете, вы только пользуетесь ретаргетингом на Facebook? На самом деле мы пользуемся и стандартными рекламными опциями Facebook, но на самом деле их эффективность оставляет желать лучшего. Ретаргетинг на Facebook действительно работает. И более того, если говорить о каких-то промо, которые мы делаем, то есть не реклама продукта, а, допустим, какое-то специальное предложение и так далее, то цена конверсии ретаргетинг на Facebook зачастую бывает в полтора-два раза ниже, чем при ретаргетинге в Google AdWords. А в ВКонтакте в российском что не пробовали делать? На самом деле вообще Россия входит в группу развивающих стран, которые являются наименьшим приоритетом при распределении маркетингового бюджета. Соответственно, на Россию тратится не очень много усилий и денег, поэтому ВКонтакте мы не пробовали, возможно, только для каких-то отдельных проектов небольших. А он в других странах интересных вам не представлен? Нет, мы можем ту же аудиторию заполучить через Facebook. Зачем нам ВКонтакте? Через «Хаври»? Через «Хаври»? Да, кстати, на «Хаври»? Большая водяточка. Можно подробно эту посадочную страницу? Что еще справа? То есть есть непосадочная страница? Вы правы, да. Смотрите, я понял ваш вопрос. Допустим, у вас есть веб-сайт, и на этом веб-сайте есть страница, которая посвящена, к примеру, кроссовкам. На этой странице у вас наверху будет навигационная панель, справа будут какие-то блоки с новостями, с твитами, внизу будут social share buttons и так далее. То есть у вас ваша страница, которая направлена на людей, которые ходят по вашему сайту, собирают информацию, она оптимизирована под максимальное удобство навигации. А когда вы сажаете людей с рекламных сервисов на вашу страницу, человек откликнулся на определенное сообщение, да, и он пришел, и ваша задача не оставить ему возможности оттуда уйти. Ваша задача, чтобы он сконверсил, соответственно, никаких лишних ссылок, никаких навигационных панелей и так далее. Соответственно, просто назначение этих страниц, оно различается. Поэтому есть страницы, которые являются частью сайта, да, а есть посадочные страницы, которые работают только на то, чтобы делать вам конверсии. Это правильно. Просто, если, к примеру, в нашем случае, да, если мы сажаем людей просто на наш веб-сайт, на разделы сайта, которые посвящены продуктам, конверсия в 8 раз ниже, чем если мы их сажаем на определенные страницы без лишних ссылок, инвегационных панелей и прочего. Единственный способ, как эту страницу купить? А если это не продаж? Нет, ты можешь просто скачать триал. А если это информационные ресурсы, например, там есть понятия по сути? Окей, если это информационный ресурс, то вы должны ответить на вопрос сначала, что для вас будет считаться конверсией. Я не знаю, подписка. Но если, понимаете, в чем вопрос, у вас информационный ресурс, вы хотите, чтобы люди на него подписывались, так? И, допустим, человек, не знаю, что-то ищет в интернете, какие-то новости, да, он к вам приходит, он вас считает, вы ему нравитесь, он на вас начинает подписываться, да? А если вы хотите его агрессивно заставить подписаться, да, на вас, то вы его должны посадить именно на страницу, где будет форма подписки и будет расписано, как круто вас считать и какой у вас интересный контент, да? То есть здесь нужно работать не только с рекламой, а вообще, в принципе, использовать все возможные инструменты для того, чтобы лечить конверсию, понимаете? Дело в том, что не все, не всех клиентов делают PPC далеко, да? То есть мы имеем какую-то определенную долю, не очень большую, огромное количество людей приходит в софт-лайн-ивентах, огромное количество людей просто ищет что-то, читает статьи какие-то, находят наши страницы в результатах поиска, да, приходят и качают наши продукты. То есть реклама – это не все. Еще про посадочные страницы. Вы всегда делаете отдельно или это обрезанная какая-то другая страница? Нет. Просто кастомизированная слегка, там, я знаю, и ссылочка добавлена. Мы, во-первых, всегда их делаем отдельно, это не является обрезанной страницей. Зачастую, допустим, если мы говорим о поиске, да, не говорим о ретаргетинге, а говорим именно о поисковых рекламных компаниях, огромное значение на стоимость клика, соответственно, ваши затраты на рекламу является релевантность вашей страницы и объявлений. Если человек искал, допустим, фиолетовый велосипед, да, то у вас в сообщении должно быть написано про фиолетовый велосипед и на странице. Соответственно, для каждого типа продукта вам нужно делать отдельные посадочные страницы для того, чтобы просто экономить. Вы можете, конечно, создать на хоумпейдж, да, но вы просто, вы не будете иметь конверсии, потратить деньги пустую. А почему их на отдельных доменах часто делают, на поддоменах? Да, мы на поддомене делаем. А зачем? Чем это лучше, чем короткие адресы? Ну, я не могу сказать, чем это лучше или хуже, просто так исторически сложилось. Нет, ну, у нас это все просто. Во-первых, рекламная страница обычно не участвует в оптимизации поисковой. Это нет необходимости делать на этот поддомен. И дальше просто чисто технически мы приняли решение, что мы покупаем систему для создания посадочных страниц непрограммных страниц. И чтобы ее сконтимировали, просто выбрали отдельный домен. И чтобы они не лезли в наш хороший сайт, который таймер-стою любит. А как-то телефонные звонки привязаны к статистике? Телефонные звонки с объявлением? Ну да, слегка. Можете же там генерировать телефонные номера на Яндексе, честно говоря. Нет, конечно, нет. Есть такое расширение, да, оно относится к поиску. Как раз не к той части, о которой я сегодня рассказываю. Но могу сказать, что мы лишнее не используем. Дело в том, что мы делаем рекламу во всех странах мира, более 180 стран. И используем такого расширения, ну просто для нас особого смысла не имеет. Потому что основной способ контакта с нас, с потребителем, да, это интернет. И проще, чтобы он сам оставил свои контактные данные. И, соответственно, ему уже напишут, позвонят, и так далее, и так далее. На самом деле, для того, чтобы этот продукт очень сложный, с того момента, как человек о нас узнал, да, или остался контактный данный до момента покупки, может пройти до нескольких месяцев. И в это время подключается команда нюрчеринга, так называемая, да, то есть они пытаются насытить человека контентом, да, предложившему посмотреть разные вебинары, посчитать статьи и так далее, для того, чтобы его убедить, что наш продукт лучше всех подходит ему. И только после этого с ним связывается команда сейлз. Вот тут прозвучало, что посадочные страницы у вас делают не программисты. Или нет? Мне казалось. Вы сами их делаете? Нет, программисты не делают у нас посадочных страниц. Делают HTML-специалисты, верстальщики. Про верстальщики. Да. Не вы сами там изготовлены какой-то простой инструмент? Ну, на самом деле, в ближайшем будущем, наверное, мы тоже будем сами это делать. Сейчас просто вопрос стоит в том, что мы доделываем свою CMS кастомную, для того, чтобы разным группам людей дать разные права на редактирование страниц, чтобы, допустим, маркетолог не мог вносить изменений в код, чтобы ничего не мог сломать. И так далее. Уточните, то есть система, система может пользоваться кто угодно. Там буквально драга-дропа может притягиваться и формы, и картинки, и кнопки, и все что угодно. И даже это выглядит красиво и в разных правде. Просто когда делается не одна страница, а 500 страниц, то с самого типа они начинают прыгать немножко, ездить. Ой, тут разъехал, тут еще чего-то. Дальше приходит потребность стандартизации. Делать так, чтобы код был чистый, а там вход заглянешь, и блог соберут. Поэтому многие пришли к тому, что все-таки выштают не контент-менеджеры, а почти менеджеры-специалисты, молодые. Ну, потому что они могут там сделать красиво и понять, как им испортить. А контент сам разрабатывают ребята или там ставят задачу, что нужно написать, и мы сами могут пойти поправить дробь, но есть у всех. Можно в любой очередь там сделать свои инструменты. Там все прияльно. Просто за чистоту и за стандартизацию для этого используется что-то еще. Алексей, вы говорили в проход, который вставляется в саду в милиторию. А как он называется? Он называется Remarketing Tag, и вы его можете взять в интерфейсе Google AdWords. Там есть такая вкладка Shared Library, и следующая вкладка Remarketing Lists. Вы говорите, возьмете на кнопку Создать новый Remarketing List, и называя его, задавая там разные условия, в итоге вам формируется уникальный код с определенным набором параметров, там Conversion ID, Conversion Name и так далее, и, соответственно, его вы уже будете размещать. То есть вам его не нужно писать, его вам дадут. Алексей, а вы говорили, что перед тем, как пользователь совершит какую-то конверсию, по-моему, если его действие, он может зайти на сайт, нам его дилетерат. Если мы собираем ситуацию, что, допустим, человек зашел к нам по контекстному объявлению, в забросе этого кимки, да, пришел к кимки, в следующий раз зашел с органического поиска и купил, делал указ. В статистике у нас отобразится, что человек, который к кимки придется с органического поиска, хотя на самом деле он пришел к нам по контекстному объявлению. Можно ли спросить конкретному пользователю, которые совершили свои действия, у вас, во-первых, в статистике, в статистике, в статистике, в статистике? Ну, с помощью Google Аналитики можно. При помощи Google Аналитики можно, да. Но в интерфейсе Google AdWords такого функционала нет, к сожалению. Вы можете анализировать не конкретного пользователя, да, а анонимизированного. То есть нельзя сказать, что это был человек с этим IP конкретным. То есть, в принципе, выше ничего не получится. Есть на самом деле возможность... Да, есть такой момент, но дело в том, что, допустим, человек пришел, посмотрел, да, ушел, а потом уже через какое-то там время он все-таки сконвертился. На самом деле для оценки эффективности конкретно PPC, да, ваших усилий, это не имеет критическое значение. Самое важное – это клип-конвершн, то есть конверсии после непосредственного перехода на вашу страницу. На самом деле можно помечать пользователей, да, с помощью Customer Ability, если вы можете задавать различные... приписывать различные параметры, да, различным пользователям и усложнять там фаворонку, да, смотреть там через сколько дней, там, да, через сколько часов человек совершил конверсию, да. Но все зависит от масштаба вашей работы. Вот, если вы работаете, не знаю, там, в рамках Санкт-Петербурга, да, возможно, у вас, и у вас там бюджет там тысячи долларов в месяц, соответственно, да, конечно, вам, у вас будет время на это. А если у вас будет пять тысяч рекламных компаний, то я не думаю, что вы на это уже станете обращать внимание. То есть все зависит от того, сколько у вас времени и какие цели вы последуете. У вас 90% это из-за того, что у вас отвечают, там плохо работали. У вас ремаркетинг. Вы работаете, да? Ну, это мы только включили ремаркетинг, таргетинг, и пользователи были, видимо, очень сильно удивлены. Рады. Да, и рады. Стали быстро качать, потому что решили, что мы наконец-таки о них вспомнили. А еще попробовали использовать какими-нибудь именно премаркетинг, специальные акции, где-то человек пришел, платить покупать, а он у вас стоит 5 тысяч, а премаркетинг тебе задавали ему за бутылку, а он приходил, ну, с шагом сразу туда пришел, да, покупать. То есть менять условия вашего предложения именно премаркета? То есть кастинное предложение для тех, кто был. Ты уже был, поэтому вот тебе скидка 5 процентов, грубо говоря, да. Ну, на самом деле, подобные компании есть, но не мы их инициируем. Не мы их инициируем, это решение принимаем не мы. Если нам дали разрешение, мы будем такую компанию выкатывать. Да, мы пробовали. А есть эффективность от этого времени? Конечно, есть. Еще последний вопрос. В логике бюджета со стоимостью, как сказали, очень много лошадок, очень много конкурентов, хотя бы рекламу, да, за это очень большой стоимость на показы. И у вас объединенный, ну, ограниченный бюджет. Как вы именно придаваете, какой метод так? То есть это за показы, за конверсии, за клип? И второй, стоимость как вы настраиваете автоматически? Или чтобы, ну, то есть как вы вот… Ну, окей, я понял вопрос, да? Во-первых, мне бы хотелось понять, о чем именно вы говорите, потому что, во-первых, есть поисковая компания, да, то есть то, что непосредственно мы показываем в серпе, да? Или, говорим, дисплейные компании, а есть еще и ретаргетинг. Не, я говорю, в принципе, не о ретаргетинге, но дальше дисплей. Окей, самый эффективный способ экономить ваш бюджет и правильно выставлять ставки – это оптимизация под конверсию. Для этого вам нужно настроить конверсию трекинг правильно. То есть если вы умеете считать конверсии, то, и они правильно считаются, вы проверили, действительно ваши внутренние данные совпадают с тем, что вам показывает Google, тогда, да, вы включаете оптимизацию под конверсии в рамках определенного бюджета, да, площадка будет стараться совершать показы именно в тех местах и тем пользователям, чтобы в итоге вы видели какой-то определенный, определенную стоимость конверсии, да? Если у вас не настроено, да, трекинг конверсий, то идеальным вариантом будет, конечно, оптимизация под клики. Оптимизация под показы на самом деле работает значительно хуже, по крайней мере, для нас, да? То есть показов мы действительно имеем огромное множество, платим за них деньги, да, но люди просто не кликают. То есть задача Google – заработать на вас денег, да, а не помочь вам по сути, да, поэтому если вы оптимизируете под показы, вы получите показы, но не получите, соответственно, конверсии. Вы изучаете конверсии? Конечно, изучаем. Мы смотрим, что они делают, где они размещаются, какие они используют ключевые слова, как они формируют свои сообщения и так далее, так далее, так далее. Стараемся отслеживать это, естественно, и пресекать всякие неприятные моменты, как, допустим, некоторые конкуренты пытаются по нашим брендированным словам показывать рекламу, там, к примеру, Don't Buy Vim, там, PhD Virtual была такая компания, они год назад почти во всех странах стали именно вот так вот формировать свои мэш. После этого мы обратились в Google, показали, что мы являемся владеетами торговой марки Vim и запретили им использовать наше слово в своей рекламе. Теперь они просто пишут Don't Buy Vim Backup Yet. У нас было вообще случилось, что в нашем даже контекстной рекламе, ну, наше имя и так далее, после того, как ты отликаешь, ты приходишь вообще на сайт с конкурентом. Это называется Keyword Insertion. Соответственно, вы можете этого избежать одним из простых способов. Если у вас зарегистрированная торговая марка, вы можете обратиться в Google и подать стандартную заявку, доказать, что вы, ну, там, номер патента, там, и так далее, все указываете, и Google запретит вашим конкурентам использовать ваши слова в рекламе. Вы, кстати, тоже так можете делать. А с Яндексом, как вы считаете, можете с вами пройти? Потому что предавно обратились к таким, ну, что по такому запросу, да, работает такая реклама, нас попросили предоставить массу куму доказательств, таким образом мы находим такое сообщение, как мы его отслеживаем, то есть не с этой стороны они предприняли там покупки, как уладь, а попросили нас предоставить какие-то немыслимые материалы, там на хода-похода такого рекламного сообщения, и когда-то они готовы были рассматривать наше обращение. Что-то проблема. Надо собрать, что это был их сервис, да? Проблема была в том, что в тот момент, когда мы начали, мы на это в России, если члены учили, то реклама не активна была. То есть, ну, все уже было хорошо, просто это можете завтра повториться. Но самое-то главное, для вас, по-моему, сейчас увидеть такой рекламу, то она сочетает, а посетители тоже, скорее всего, эффективность такой рекламы будет очень низкой, стоимость конверсии будет очень высокая. И она будет не бедиться, поэтому, по-моему, она и попала. Еще вопросы? Ну, я так понимаю, что все вопросы исчерпаны. А теперь нам надо выбрать три самых интересных вопроса. Я начну с первого. Мне вот лично, пожалуйста, вопрос про продвижение мобильных приложений. Я, честно, не знаю, что на него было ответить. Поэтому первый победитель. Таня? Мне понравился вопрос про Симмэса, как бороться с тем, что невозможно в ней что-то сделать, как оптимизировать сайт. Голодого человека, сходи. Кто же будет третьим? На самом деле, ребят, вы все задавали очень интересные вопросы. Но нам все-таки нужно выбрать последнего человека. Так пройдет ли цель? Счастливчика. Я даже не знаю. У нас очень много вопросов. Давайте, давайте. Может быть. Да, мы решили отдать третий подарок самому активному участнику, самому активному слушателю. Девушка, которая сидит за нашим директором. Она очень активно фотографировала нашу славину. Нам это поместило. Спасибо большое. Вы тоже задали очень много интересных и таких умных вопросов. Поэтому спасибо большое. Спасибо большое всем. Надеюсь, вам было интересно. Спасибо.